Владимир Путина сегодня ждут на Афоне. Он примет участие в торжествах по случаю тысячелетия русского монашеского присутствия на Святой Горе. Сегодня второй день визита российского лидера в Грецию. Накануне были насыщенные переговоры и с президентом страны, и с премьер-министром. Итоговая пресс-конференция состоялась уже поздно вечером. Спрашивали не только о российско-греческих отношениях, но также о санкциях американской ПРО в Европе, Крыме. Заявление президента в репортаже Екатерины Березовской. Три часа переговоров, и вот результат. Подписан ряд документов в самых разных сферах. Сельское хозяйство, транспорт, инвестиции, туризм. Греция уже на первом месте по числу бронирований турпоездок у россиян. Летом отдыхающих из нашей страны здесь будет около миллиона. На пресс-конференции Владимир Путин особое внимание уделил энергетике. Мы, как известно, были настроены и на реализацию южного потока через территорию Болгарии. Нам не дали этого сделать. Просто под американским давлением и под давлением Еврокомиссии правительство Болгарии, по сути, уклонилось от проведения реализации этого проекта. Мы здесь совершенно ни при чём. Мы вынуждены были просто этот проект прекратить, остановить его. Предложили через территорию Турции, раскрою небольшую тайну. Нам турецкие партнёры вначале выставили условия предварительной корректировки текущих цен на газ, о чём мы не договаривались. Но самое главное не это. Я думаю, что об этом мы договорились бы. Но мы опять не увидели поддержки со стороны Еврокомиссии. Мы готовы рассмотреть любой проект, вне зависимости от контекста политических отношений с какой бы это ни было страной в Европе, с нашими соседями. Мы готовы к реализации любого проекта. Но нам нужны предварительные гарантии. Просто на разговор о том, что это представляет большой взаимный интерес, мы уже не купимся. Политика и экономика. Об этом ещё один вопрос Владимиру Путину. Как размещение БАСПРО в Румынии отражается на финансовых отношениях России и Евросоюза? Президент ответил категорично. Как отражаются? Негативно отражаются. По-другому отражаться не могут. Мы с начала 2000-х годов всё время настойчиво повторяем как мантру одну и ту же вещь. Мы вынуждены будем как-то реагировать на это. Нас никто не слушает. Переговоры с нами вести никто не хочет. Кроме общих фраз мы ничего не слышим. А общие фразы заключаются в том, что это не направлено на Россию, это не угрожает безопасности России. Напомню, что изначально речь шла о том, чтобы предотвратить угрозы со стороны Ирана. Речь шла об иранской ядерной программе. Где теперь иранская ядерная программа? Её нет. Иранской ядерной угрозы не существует. А позиционный район противоракетной обороны США в Европе создаётся. Запущен в строй в Румынии. Что это такое? Это пусковые установки и радиолокационные станции. Сегодня там размещаются ракеты дальностью 500 километров. Через несколько лет это будут ракеты дальностью 1000 километров. Мы даже знаем примерно срок, когда эти ракеты будут поставлены на вооружение. Но как же это нам не угрожает? Ещё как угрожает нашим ядерным силам. Но хуже другое. Хуже то, что в эти компактные установки могут быть погружены ударный комплекс, ударные ракеты прямо сейчас. А это дальность 2400 километров. Поэтому мы вынуждены будем сейчас соответствующим образом отреагировать. И если вчера ещё те части территории Румынии, которые просто не знали, что такое быть предприцелом, ну сегодня придётся нам произвести определённые действия, которые будут обеспечивать нашу безопасность. Повторяю, это ответные действия. Ответные. Владимир Путин добавил, действия США по ПРО не что иное, как нарушение договора о ликвидации ракет средней и малой дальности, который был подписан ещё Горбачёвым и Рейганом и вступил в силу 28 лет назад. А вот слова «военное преступление» прозвучали уже в адрес Турции. В ноябре прошлого года турецкий истребитель сбил наш бомбардировщик. Тогда пилоты катапультировались. Один из них, Олег Пешков, был расстрелян в воздухе. А во время спасательной операции погиб морской пехотинец Александр Пазынич. Трагедия, кардинально сменившая характер российско-турецких отношений. И чтобы их восстановить, одних слов мало. Мы слышали объяснения турецких властей, мы не слышали извинений и не слышали готовности возместить ущерб. Мы слышим заявления о желании возобновить отношения. Мы тоже хотим возобновить отношения. Не мы их разрушили. Мы делали всё, чтобы на протяжении десятилетий вывести российско-турецкие отношения на беспрецедентный уровень партнёрства и дружбы. Мы этим очень дорожили. И зачем это было сделано, я до сих пор на ума не приложу. Но кроме заявления о желании возобновить отношения, нужно для этого что-то ещё и сделать. Мы в контакте находимся с представителями турецкой стороны. По разным каналам партнёры выходят. Мы ждём каких-то конкретных шагов с их стороны. Пока их нет. Спросили Владимира Путина и о помиловании Надежды Савченко. Президент подчеркнул, главное нам было вернуть граждан России Евгения Ерофеева и Александра Александрова. Причём отметил, действия в отношении Савченко не имеют ничего общего с минскими договорённостями. И отвечая уже на следующий вопрос журналиста об отношении к заявлению Порошенко, вернули Савченко, вернём и Крым с Донбассом, дал понять. Эта тема себя давно исчерпала. Что касается Крыма, то вопрос мы считаем закрыт окончательно. Это историческое решение людей, проживающих в Крыму. И никаких обсуждений по этому поводу ни с кем Россия вести не будет. Ну и мне в голову приходит известная поговорка российская. Дай Бог вашему теляте нашего волка съесть. Поэтому давайте лучше не будем к этому возвращаться. В конце пресс-конференции к теме антироссийских санкций журналисты вернулись. Олекси Ципроса спросили, будет ли он против этих мер ЕС в отношении нашей страны. Греческий премьер ответил дипломатично. Будущее Европы под вопросом, если она будет продолжать противопоставлять себя России. И Греция может быть тем мостом дружбы и сотрудничества, который сгладит острые углы противоречий и найдёт основы сближения России и Европы. Мы совсем не ждём от Греции совершения подвигов Геракла. И вряд ли Греции удастся очистить Афгия и конюшни европейской бюрократии. Но всё-таки Греция – это родина выдающихся мыслителей, философских школ. Недавно, говорят, могилу Аристотеля нашли здесь. И в этом смысле мы, конечно, исходим из того, что Греция, конечно, может внести свой вклад и влиять как-то на принятие решения и в Евросоюзе, и с соседями. Особенно, если будет инициировать, создавать условия для реализации крупных региональных проектов. После общения с прессой, фактически, ночь в музее. Когда на часах было почти 12, Владимир Путин и Алексис Ципрос вошли в крупнейший Афинский музей византийского искусства, чтобы открыть выставку одного шедевра. Из Третьяковской галереи в Афины привезли икону Андрея Рублёва «Вознесение». Россию она никогда не покидала. И это только начало масштабного культурного обмена. Перекрёстный год России и Греции – это около 170 мероприятий, цель которых – сделать наши страны ещё ближе. Греческий марафон продолжается, Афины и сразу Афон. В этом году отмечается тысячелетие русского присутствия на Святой горе, на которой Владимир Путин последний раз был 11 лет назад. Екатерина Верезовская, Игорь Крецков, Павел Моисеев и Кирилл Зотов. Первый канал. Афины. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Продолжение следует...